Приветствую, бойцы земного царства! Решил сделать короткий гайд по настройкам управления, потому что частенько на стримах у меня это спрашивают. А как же лучше всё настроить? Давайте разберёмся, какие настройки считаются более предпочтительными и на что они вообще влияют. Описание вроде бы и есть, но как бы это сказать? Спецприёмы выполняются при отпускании кнопки «Отрицательный переход». По давляющему большинству игроков это вообще ни о чём не говорит. Но давайте уже начнём. По части настройок самих кнопок вам, вероятно, стоит поменять местами кнопки и курки. Нередко игроки мне писали, что им удобнее прожимать блок именно кнопкой, а не триггером. В частности, при использовании атак чистого блока. Поэтому скажу так, попробуйте поменять местами левый курок на левую кнопку и правый курок на правую кнопку. Поиграйте так, вдруг вам будет удобнее. Идём дальше. Скорость отклика кнопок. Лучше всего оставить её высокой. Самое мудацкое, что вы можете сделать, это выставить настройку низкой. В таком случае вы вообще не сможете конфирмить свои серии ударов в спецприёмы. То есть на что это влияет? Чтобы сделать комбо с отменой в плечо и нанести внушительный урон с низкими настройками, мне необходимо чисто на удачу прожать всю комбу. Если противник заблокирует, меня накажут. С высокими же настройками игра даёт мне больше времени на то, чтобы вести спецприём. Поэтому прожав пару ударов, я могу успеть среагировать на попадание и вести спешл. То есть я могу минимизировать риск, поэтому обязательно оставляйте настройку высокой. Проведение сокрушительного удара. Сокрушительный удар это механика, позволяющая наносить критический урон определенными ударами или спецприёмами. Возможность нанести этот урон прописана в списке приёмов под конкретными ударами. Здесь же имеется описание, что нужно сделать, чтобы это сработало. Так вот, если у вас стоит настройка «Нет», а по умолчанию она такая, то сокрушительный удар будет срабатывать автоматически при выполнении описанных в игре условий. Если вы переключитесь на «Да», то последнюю кнопку того или иного удара нужно будет зажать, чтобы сокрушительный удар сработал. То есть вы можете контролировать его срабатывание, зажимая кнопку или не делая этого. Поскольку сокрушительных ударов у каждого бойца не так уж и много, и есть всего один общий, это апперкот, то и использовать их нужно с умом тогда, когда они могут нанести полный урон и необходимы в текущий момент боя, чтобы выиграть раунд. Если у противника и так почти нет хп, и вы бьёте апперкотом, то зачем вам сокрушительный удар, вы его и так добьёте. Таким образом, вы просто не зажимаете кнопку. Активация этой настройки потребует от вас чуть больше думать, и в целом игра станет более тактической, но... Если вы новичок, не смейте это включать, вам на закрушительных ударах концентрироваться не надо. Изучите и освоите основные механики для начала, и уже потом включайте активацию кнопкой. Активация при отпускании довольно-таки ублюдская настройка, которая всё же по умолчанию включена. Врубайте её нахрен, и вот почему. Смотрите внимательно на инпут, я прожал один спецприём, а сработал вообще другой. Игрой была учитана та кнопка, которая предшествовала кнопкам передвижения. Смотрите, как это работает вне комбо. Я бью джеб и просто нажимаю вниз-назад. Какого чёрта у меня вообще сработал спецприём, если он должен работать в другом порядке? Сначала прожимается вниз-назад, а уже потом икс. Но нет, эта настройка будет руинить вам весь ваш ввод, поэтому вырубайте. Альтернативное управление, диагональные команды для спецприёмов, тут на ваше усмотрение. Лично я не включаю эту настройку, потому что мне не всегда хочется проводить пальцами по кнопкам. Я играю на геймпаде. В общем, если включите эту настройку, то чтобы сделать спецприём истребления, к примеру, вниз-назад 3, вам придётся прожать вниз, потом вместе вниз и назад, что будет отмечено диагональной стрелочкой, потом прожать назад и вот тогда спецприём сработает. То есть инпут будет сложнее и будет обозначен вот так. Если же вы оставите всё по умолчанию, то есть оставите её выключено и назначение нет, то достаточно будет просто прожать вниз-назад 3. Ах да, если включите, то вместо инпута назад-вперёд, игра заставит вас херачить полукруг. Короче, если вы хотите поиграть в Street Fighter, лучше идите в Street Fighter. Зачем вам здесь усложнять себе жизнь, мне не особо понятно. Чтобы исключить рандомное срабатывание, которое у вас и так практически никогда не будет, вы скорее чаще будете дропать комбы из-за того, что ваш сраный полукруг был не идеален. Не включайте эту настройку. Быстрый ввод. Если вы его включите, то игра не потребует от вас чёткого ввода кнопок вниз-назад 3. Вы можете вбить, например, вниз диагональ 3. И спецприём всё равно сработает. А если вы выключите настройки, то вниз диагональ 3 уже не будет работать. Игра будет требовать, чтобы вы прожали обязательно отдельно и вниз, и назад. По умолчанию эта настройка включена, и лучше её не трогать. Комбинации кнопок лучше отключить. Здесь речь вообще об использовании бросков кнопками 1 плюс 3 и объектов кнопками 2 плюс 4. Вам это не нужно, поскольку эти два действия уже назначены на другие кнопки, и прожимать одну кнопку всё равно удобнее, чем две сразу. Итого, что у нас получается. Скорость отклика кнопок высокая. Проведение сокрушительного удара. Да, в том случае, если вы уже не новичок и хотите контролировать свой критический урон. Активация при отпускании. Да, если вы больной ублюдок. Альтернативное управление нет, но если вы лютый фанат Зангива с его мудацким захватом, то почему бы и не включить. Быстрый ввод включаем. Так спецприёмы будет проще вводить. Комбинации кнопок нет, это лишнее. Курки с кнопками местами поменять всё же попробуйте. Опять же, не утверждаю, что так точно будет лучше. Но пока не проверите, всё равно не узнаете, как вам удобнее. Если видео было вам полезно или как минимум интересно, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Знаю ведь, что меня многие смотрят без подписки. Подпишитесь, вам-то всего один клик, а я зато буду знать, что от моих видео есть отдача. Для меня это очень важно. Если об игре вы ещё не всё знаете, можете посмотреть другие гайды на моём канале. Настраивайте управление так, чтобы оно было удобным. И играйте в Mortal Kombat красиво. Субтитры сделал DimaTorzok